Здравствуйте, меня зовут Ячный Юрий, я являюсь экспертом по загородной недвижимости в городе Сочи. Мы с командой единомышленников создали новый уникальный продукт «Сочи Дом», где вы можете увидеть на наших каналах самые актуальные дома с реальными ценами. И сегодня мы делаем экспертизу по заказу одного из моих клиентов на качество строения данного дома. Дом находится в уникальной локации «Сириус». Дом стоит немалых денег, и поэтому человек хочет понимать, что он покупает. По моим наблюдениям, люди покупают дома в моменте. Море, солнце, пальмы, горы – словосочетание «это самый лучший дом» – это помогает человеку принять решение на покупку дома. Но только потом человек осознает на самом деле, что он купил. Это может быть и неподходящая ему локация, когда он поживет, он это понимает только через какой-то промежуток времени. Более печальная история – это просто дом-хлам. Именно для этого мы с Сергеем объединили усилия, и каждый мой клиент может сделать экспертизу абсолютно любого дома в городе Сочи. Всем привет! Меня зовут Влада Крупкина. Я дизайнер и руководитель студии дизайна «Премьер Хоум». И для себя в Сочи я построила этот дом. Точнее, я уже строю его 4 года. И когда я покупала участок, он был здесь вообще голый участок, и вокруг не было ни одного дома. И сейчас уже все дома строятся быстрее, некоторые там за 3 месяца, за год. И вокруг уже построились десятки домов. И что меня радует, наверное, они брали пример с меня, потому что они в таких же цветах, тоже дерево, белый, графит. И поэтому приятно смотреть не на какие-то там дворцовые крыши или сараи, а приятно смотреть на такую же однотипную архитектуру вокруг. То есть наша задача здесь установить максимальное количество фактов, которые могут повлиять на безопасность этого дома. Что мы не сможем установить, я вам сразу скажу, потому что не нужно надеяться на то, что мы здесь какие-то идеальные, у нас приборы, которые могут установить там 100% информации. Под этим домом находятся многометровые сваи, которые призваны укрепить этот дом на материк в случае оползня. Соответственно, у нас здесь оползневая обстановка достаточно, ну, сама по себе плохая, потому что у нас здесь есть некая коренная порода, за которой нам хотелось бы закрепиться и заглубить туда как минимум 30% сваи при соответствующем диаметре и армировании. Но здесь аргелит находится, я насколько понимаю, глубоко. Для того, чтобы все это было правильно, нам нужно сделать здесь там как минимум сваи, там 20 с лишним метров при соответствующем диаметре. Поэтому, если вы покупаете такие серьезные объекты, либо вы уходите с недостатком информации, ну, либо вариант номер два, вы получаете ту информацию, которая у вас есть, и у вас остается некий пробел. То есть, и, соответственно, ну, доверительность вот этого исследования, она в любом случае падает, потому что, ну, единственный прибор, которым, наверное, можно установить здесь истину, это какой-то хрустальный шар, потому что других приборов не существует. Нам в первую очередь нужно просветить каркас этого здания. То есть, здесь у нас сейчас представлена железобетонная колонна. На примере этой колонны я вам просто покажу, как прозвучивается сама колонна, как устанавливается количество шаг-хомутов. Эта штука, как вы помните, называется георадар, просек 8100. Вот, соответственно, мы устанавливаем шаг-хомутов. Шаг-хомутов, но у нас хотели здесь, видимо, сделать 200 миллиметров по центрам, но получилось там чуть больше. Вот у нас хомуты с одной стороны, это хомуты с другой стороны. Здесь их, конечно, немножко похуже видно, но в целом, как бы, мне достаточно все понятно, ну, потому что с этим прибором работаю достаточно долго уже. То есть, вот это вот, это у нас сама колонна, наружная грань 40 сантиметров. Соответственно, мы можем заложить это в расчетную модель и проверить, насколько корректно. Вообще, в принципе, это будет конкретно для данного здания. Таким образом, у нас происходит просвечивание вот этих вот колонн. Смотрите, дальше мы выполняем операцию по прозвучиванию лестничных маршев, но я сейчас это делать не буду, у меня эти радарограммы уже есть, потому что только что мы покатались по полу, соответственно, мы просвечиваем, прозвучиваем лестничные марши и прозвучиваем лестничные площадки. Здесь это уже сделано, это точно так же обязательная процедура. Так, соответственно, вторая манипуляция, это мы производим, ну, так называемое просвечивание, это георадарное исследование. То есть, мы просвечиваем здесь плиту, которая находится у нас на нашем железобетонном ростверке. Ну и, соответственно, здесь мы можем установить армирование. То есть, вот верхнее вот это армирование, это у нас сетка, которая у нас находится в стяжке. А армирование самой плиты находится вот здесь вот. Ну и здесь, соответственно, мы можем измерить шаг. Многие скажут, слушай, это прибор как бы плохой, что-то ничего не видно. К великому сожалению, просто приборов, других приборов у нас не существует. Вот мы бы, конечно, хотели, чтобы приборы были идеальные, но, к сожалению, это самые совершенные приборы на данный момент. Абсолютно то же самое мы сейчас сделали для перекрытий. Там установили шаг армирования, посмотрели, отсутствуют ли прогибы. У нас в этом доме, по сути дела, три эксплуатируемых этажа, потому что третьим эксплуатируемым этажом является эксплуатируемая крыша, терраса. Так, соответственно, здесь мы точно так же прозвучиваем наше перекрытие, устанавливаем шаг армирования, после чего перемещаемся на террасу. Так как терраса у нас является эксплуатируемой, получается, у нас здесь есть перекрытие, которое точно так же утепляется. Соответственно, в процессе георадарного обследования, я вам сейчас покажу на планшете, здесь мы устанавливаем, как сделана разуклонка и каким образом выглядят толщины утеплителя. То есть мы здесь можем увидеть толщину утеплителя, чтобы сделать вывод о том, достаточно утепления или нет. Конечно, у нас здесь достаточно мягкие требования, потому что это Сочи, но, тем не менее, все равно заботиться о теплозащите здания нужно, потому что у нас здесь задача обратная, она состоит в том, чтобы сохранить прохладу, потому что если у нас помещения будут перегреваться, то кондиционеры от газа, вот эти работы, по крайней мере, не умеют. Я знаю, что существуют кондиционеры, которые каким-то образом могут там преобразовывать газ в холод, мне о них писали, в общем, но на самом деле это не моя история. Вот, и кондиционеры у нас, соответственно, всегда работают от электричества, а электричество стоит гораздо дешевле, чем газ, и поэтому отопление этого дома обходится всегда дешевле, чем у кондиционирования. И, соответственно, следить за тепловой защитой конструкции нужно обязательно. Здесь, за моей спиной, над окном, есть трещина, которая вызвала у нас подозрения. Если бы не было, соответственно, таких приборов, можно было бы сделать вывод о том, что трещина как раз-таки находится в местах, где обычно концентрируется напряжение. Здесь у нас стык ригеля и колонны. Но после сканирования вот этого вот участка... После сканирования этого участка мы выяснили, что здесь у нас приходится сопряжение монолитного участка и ригеля, который исполнен из ЛСТК профиля. То есть этот ригель находится над вот этой алюминиевой конструкцией, поэтому это место у нас на данный момент не вызывает никаких вопросов, кроме косметики. Здесь, соответственно, мы видим уже следы косметического ремонта. Точно такие же следы у нас видны там на фасаде. Причина заключается в том, что пропетная крышка у нас находится на расстоянии меньше, чем нижний отлив. Соответственно, вода капает, разбивается об отлив и попадает на штукатурный фасад. Дом этот уже отштукатурен не один год назад. И, соответственно, за это время штукатурка уже пришла... Ну, скажем так, она немножко уже самортизировалась. То есть в дальнейшем эта конструкция будет представлять определенный интерес, наверное, для тех, кто зарабатывает на штукатурке. Далее поднимаемся на третий этаж этого дома. Третий этаж – это эксплуатируемая кровля, терраса. Прозвучиваем это перекрытие, потому что это перекрытие у нас находится над жилым помещением. Соответственно, устанавливаем армирование. В принципе, на данный момент у меня вопросов здесь никаких это не вызывает. Дальше переходим к сканированию парапетов. Парапеты отсканировали. И, соответственно, мы видим, что эти парапеты выполнены либо из отсевного, либо из керамзитобетонного блока. И здесь мы можем наблюдать уже на них трещинообразование. Но в процессе сканирования стало очевидно, что никакого железобетонного пояса под парапетными крышками нет. И, естественно, из-за этого образуются трещины. То есть я, конечно, на юге здесь рекомендовал бы армопояса вот эти вот заливать, не экономить, потому что делает такое копеечное. Мне хотелось построить себе хай-тек-виллу с такими брутальными формами, с интересными объемами. И как-то в Вене я увидела, у Захи Хадид есть общественная библиотека в центре, как раз-таки со скосом здания. Но там этот скос, он сделан не на колоннах, а прям висит в воздухе. И я хотела так же, но мой архитектор все-таки уговорил меня поставить две колонны. Вообще Сочи весь он сейсмически опасный, поэтому лучше укрепить его со всех сторон. Следующим шагом у нас следует испытание на герметичность. Здесь мы установили уже аэроокно российского производства. Ссылку на это аэроокно я оставлю в описании. Если кто-то захочет приобрести, пожалуйста, приобретайте. Его особенность в том, что его можно абсолютно безболезненно перевозить в багаже самолет. Весит этот чемодан 22 килограмма. Прибор российского производства. Сейчас мы снизим давление. Пока у нас снижается давление, мы потихонечку идем искать неплотности в этом доме. Это, как вы помните, прибор, который называется термоанимометр. И при помощи термоанимометра мы ищем дефекты в монтаже оконных блоков. Я здесь уже за это время проверил. И я, честно сказать, удивился, потому что обычно алюминиевые конструкции ведут себя очень негерметично. Но эти алюминиевые конструкции, за исключением вот этой двери, которую нужно отрегулировать, выполнены достаточно неплохо. Но ребята сказали, что они заставляли окончиков эти окна переставлять. Мы производим измерение скорости воздуха во всех дверных створках, во всех дверях. Вот можно посмотреть на приборе. В общем, все двери, все проемы, все окна были проверены. То есть здесь есть буквально пару замечаний. И в целом хочется сказать, что вот эти алюминиевые конструкции установлены здесь, в принципе, неплохо. Но единственное, что касается косметических дефектов, я, например, сейчас отсюда вижу мятый отлив. Ну и вообще в целом, я бы сказал, что если бы этот дом был, допустим, в бизнес-сегменте в Москве где-нибудь, то вот таким образом, наверное, отливы просто саморезами сверху не стали бы прикручивать. Особенность работы с тепловизором, конкретно в южных регионах, они заключаются в том, что мы здесь чаще всего не ищем какие-то локализации, какие-то сообщения внутреннего объема с внешней средой, потому что на севере это чревато образованием конденсата. Потому что если у нас переохлаждается какой-то участок или есть просто какая-то дырочка, то там может выпасть очень легко зимой конденсат, потому что внутри воздух насыщен влагой, и снаружи он сухой, там они сталкиваются, выпадает роса, и может на самом деле появиться плесень, либо грибок полезного, в этом ничего нет, конструкция точно так же деградирует. На юге мы обычно не изучаем локализацию, а измеряем температуру наружных поверхностей. Давайте забежим вперед и скажем, что тепловизор это не прибор для измерения температуры наружных поверхностей, но в данном случае мы можем измерить приблизительно, по крайней мере, эту температуру. Существуют методики, при которых на определенном расстоянии при знании коэффициента отражения мы можем установить достаточно точно температуру, но вот так вот бегать по всему дому и все замерять достаточно точно не получится. Поэтому мы видим какую-то приблизительную картину с ошибкой, там на 1, 2, может быть даже 3 градуса. Поэтому мы измеряем температуру стены, например, видим, что температура этой стены сейчас составляет 32 градуса. И нужно понимать, что все это большой радиатор, нагретый до температуры 32 градуса. Чревато это прежде всего тем, что системе кондиционирования придется компенсировать эту разницу, потому что мы будем хотеть, чтобы у нас в помещении была температура, например, плюс 18-20, а температура стены у нас будет равна 32. То есть, если мы сейчас пробежимся по всем наружным стенам, мы увидим, что их температура одинакова. Это говорит о том, что недостаточен слой теплоизоляции. Это большая ошибка для южных регионов. Они говорят, что у нас зимой не холодно, поэтому мы можем строить нетеплые дома. Но по факту эти нетеплые дома, они не защищают их потом летом от этой жары, от этого зноя. Сейчас у нас 19 сентября, и в целом у нас солнце уже село, у нас почти 5 часов вечера. И нужно признать, что это далеко не самые жаркие дни в году. И если мы оставим это без теплоизоляции, соответственно, впоследствии мы будем переплачивать за кондиционирование достаточно серьезные деньги. Здесь температура стены 31 градусная. Я не вижу, просто видит оператор. Вы тоже увидите 31 градус. То есть, очень жарко. Мы сейчас зашли в эту комнату без системы кондиционирования. Конечно, здесь не жизнь абсолютно точному оба могу сказать. Никакие шторы ничего от этого не спасет. Здесь установлены мощные кондиционеры. Я думаю, что с таким остеклением, с таким термическим сопротивлением стен в месяц, летом, я думаю, вы будете отдавать тысяч, так, под 30-40 на электричество, на кондиционирование. Для материалов фасада мне очень хотелось дерево, поэтому я выбрала натуральную лиственницу. Да, за ней очень сложный уход. Ее нужно, особенно в первые годы, постоянно покрывать маслом. Тут еще в Сочи выгорает воск, поэтому, в общем, лучше выбирать определенные составы этих масел. Но вот выбрала лиственницу, довольно радостно, с таким очень ярким, жизнерадостным цветом. Даже придумала на заказ светильники, которые немножко дают рассеянный свет вечером. Их сделали в 11,5 сантиметров, ровно как плашка самого этого планкена. И они вот автоматически включаются по вечерам. На фасаде также комбинация трех материалов. Получается минеральная штукатурка, это мокрый фасад. И с этой стороны камень, это уральский сланец. И обычно его можно купить в очень таких нарезанных, одинаковых кирпичиках. Но мне хотелось, чтобы рисунок был немножко живой, играющий. И поэтому я закупила прям такие глыбы камня, значит. И здесь уже рабочие по моим чертежам разрезали на разные тонкие, широкие, узкие, большие кирпичи. И потом уже их вместе комбинировали на фасаде. Этот прибор называется Tramex, это сканер влажности. И в этих домах, естественно, на юге мы проходим периметр, проходим везде примыкание к колоннам. Но здесь у нас колонны внутренние. Очень часто вот такие вот колонны, они интегрированы в стены. Например, вот здесь у нас тоже будет колонна. И когда колонна интегрирована в стену, очень часто ее утепляют снаружи небольшим слоем экструдированного пенополистирола. И вот в этих местах, все-таки, когда у нас просто голый бетон, иногда появляются очаги конденсата. То есть этим сканером мы ходим, проверяем места, где присутствуют колонны и где могут быть места какой-то возможной конденсации. В том числе и железобетонные ригели, которые у нас, как правило, в этих конструкциях присутствуют наверху. Для того, чтобы точно откалибровать георадар, определить защитные слои арматуры, определить диаметр и, соответственно, задать калибровочные коэффициенты, мы используем вот этот прибор, который называется Prophoscope. Это тоже швейцарская компания Prosec. Сейчас я на примере вот этой вот колонны вам покажу, как измеряется защитный слой и как вносятся корректировки в работу георадара. Все, соответственно, произвели замеры и после этого мы вносим корректировочные коэффициенты в георадар, потому что у георадара есть такая характеристика, как диэлектрическая проницаемость. И диэлектрическая проницаемость в зависимости даже от покраски этой колонны может быть разная. То есть георадару нужно задать, на какой глубине у нас находится первый стержень арматуры, для того, чтобы его откалибровать и чтобы в дальнейшем он работал правильно. Для этого существует вот такой прибор. В процессе обследования у нас работало 4 прибора. Первый прибор измерял содержание аммиака экспресс-методом. Второй прибор измерял радиоактивные частицы, наличие радиоактивных частиц. Это дозиметр-радиометр. Вот показания, соответственно, у него. Нормально, да. Все в нормативе, потому что бетон, соответственно, иногда у нас дает небольшой повышенный радиационный фонд. Количество аммиака измеряем для того, чтобы понять, нет ли у нас в системе вентиляции и канализации каких-то проблем. Здесь этот норматив тоже в норме. Вот прибор не сигнализирует. Этот прибор у нас измеряет содержание формальдегида. Формальдегид у нас на нулевой отметке. И, соответственно, в процессе испытания на воздухопроницаемость мы постоянно замеряем уровень углекислого газа и частиц PM2.5. Но это нужно для того, чтобы нам понять, насколько быстро накапливается углекислый газ, как работает система вентиляции, потому что есть режимы измерения с работающей системой вентиляции, есть без работающей системы вентиляции, с естественной вентиляцией. Поэтому вот этим прибором мы тоже пользуемся. Это прибор Pulsar 2.1, который замеряет скорость прохождения ультразвука в различных материалах и потом интерпретирует это в класс бетона. Еще раз повторю, это абсолютно недостоверный метод измерения прочности бетона, но другого у нас не существует, поэтому мы сейчас возьмем два прибора, сравним их показания и хотя бы поймем, более-менее нормально или более-менее ненормально. Как я уже много раз говорил, только отрыв со скалыванием, непрямой метод может дать нам достоверные показания. Так, вот показатели прочности бетона B27.5 класс по результатам трех измерений. Мы здесь сделаем еще 10 измерений и поймем, хорошо или нет. Второй способ мы просто возьмем на этом участке, сейчас сравним показатели прибора с упругим отскоком. Я здесь специально поверхность вот эту вот перед работой выбрал, ее не нужно уже обрабатывать, она зачищена. Я не буду показывать вам большое количество измерений, вот здесь вот есть цифра, она высокая, то есть с большой долей вероятности можно говорить о том, что класс бетона соответствует заявленному в проектной документации. А так, по-хорошему, конечно, нужно было оторвать отсюда кусок. Но опять же, давайте не будем себя обманывать. Оторвав отсюда кусок, мы ничего не поймем о том бетоне, который у нас находится, допустим, в колоннах и в ригелях конкретного дома. Мы находимся в гостиной, и здесь открывается прекрасный вид уже с первого этажа. И, конечно, вид – это всегда самое главное преимущество дома. И можно забить на дизайн, когда есть красивый вид. Но дизайн у нас тоже получился интересным, не таким, как делают в Сочи. Вообще наша фирма любит такие смешения стилей и делать интерьеры праздничными. И вот для Сочи это как раз актуально, потому что здесь хочется отдыхать, здесь много солнца. И у нас интерьер получился таким строгим одновременно и одновременно праздничным, потому что много латуни, очень красивый мрамор, вы посмотрите, с таким яркими рисунками. И интересные дизайнерские решения, как, например, яркий потолок в ванной из металла, который будто море переливается. Или в коридоре, его сейчас нет, но будет латунная река. Это из таких латунных панелей, подсвеченных, красивая река между комнат, где можно будет отдохнуть в двух креслах. Опять же, с видом на город и на море. У нас здесь четыре спальни и четыре санузла. Один санузел в черном цвете на входе. Хотелось, чтобы он был, знаете, как в ресторане или в каком-то ночном клубе. То есть на входе для гостей он как будто настраивает на то, что здесь вы будете получать веселиться, получать удовольствие. Дом такой. На втором этаже при спальне у нас есть мастер-санузел с ванной и душевой комнатой. И в ванной можно лежать. Она сделана таким углом и любоваться Олимпийским парком, на который прям вид из окна прямой. Также есть отдельный санузел и интересная душевая комната, как будто бы в дереве. Пока из всех гостей, кто здесь был, она нравится больше всего. И говорят, очень уютно и прям сразу хочется ей воспользоваться. Мне приятно осознавать, что реальные покупатели регулярно получают от меня нужную информацию. Я это вижу в сообщениях телеграм-канала и регулярно поступающим мне звонкам. Я ценю общение с осознанным покупателем. Если вы действительно хотите приобрести хороший дом в Сочи, то мой номер телефона в описании. И также вы найдете ссылку на телеграм-канал. С вами был Юрий Ячный. До новых встреч!